От многократной стирки любимая вещь становится сухой, грубой и даже черствой? Мы больше не созданы друг для друга! Попробуйте гель для стирки LAM. Он эффективно удаляет загрязнение и сохраняет структуру ткани мягкой и нежной. Гель для стирки LAM. Бережная чистота. Попробуйте вместе с кондиционером LAM. Я только грудь меняла раза три. Или четыре. Потому что, ну, хотелось экспериментов. За все время 29 пластических операций. Стыдно, конечно, стыдно, если ты обратился к хирургу, а если ты еще публичный человек, и у тебя что-то пошло не так, ну да, ты сто раз подумаешь, сказать об этом или нет. Я хотела вообще уйти из шоу-бизнеса, хотела бросить работать, хотела просто лежать, лечь в постель и не вставать. Я сразу спросила у него. Скажите, пожалуйста, а это я такая вот, такая и останусь? После того, как я проснулась после этой операции, я, мягко скажем, охренела. Грудь у меня практически была на носу. Когда мой врач глянул вообще, почему это все происходило, вообще почему, там, когда вскрыли, нашли перчатку. Там действительно очень сложно было исходник. Очень сложно было исходник. И мне, как специалисту, учитывая еще вот этот весь, что прикладывалось к этому, что это Филипп, вот, я, конечно же, даже было такое, что я хотел отменить ему операцию. Создать там совершенно новую методику, человеку в 30 лет, со стажем хирургии 5 лет или 3 года, господа, это невозможно. Это вас обманывают. Обманывают очень жестко. Пластическая хирургия, мы же с вами понимаем, это не только эстетика. Мы часть этого большого движения. Если есть вред здоровью, если действительно здоровье пострадало, не просто что-то не понравилось, а ну, явно здоровье пострадало, конечно, обратиться еще в органы следственного комитета. Я сейчас хочу от него, я хочу от него компенсацию. Я хотел 10 миллионов, а хочу сейчас 25. Всем привет, это Алена Блин и мой первый выпуск проекта «Алена Блин Док». Сегодня я решила коснуться темы, которая может для кого-то показаться довольно личной. В ноябре 2019 года мне сделали операцию по удалению молочной железы. У меня в настоящее время есть только одна грудь. Уже 12 лет я скрываю это. Сейчас существует множество уходов, косметических процедур и возможностей пластической хирургии. Но все больше и больше людей прибегает к помощи пластических хирургов. Для одних внешние изменения становятся решением комплексов, для других – новой темой для обсуждения. Если зарубежные звезды кокетливо уклоняются от ответа на вопросы об изменении внешности, отвечая, что все это заслуга генетики и правильного образа жизни, то в российском шоу-бизе все по-другому. Пластическая хирургия помогает нам выглядеть нормально. Поэтому у меня отношение к пластической хирургии самое позитивное, которое может быть. Просто нравится. Просто нравится, наслаждаюсь. Мне там кто-то кассирил, говорил, что я сам какой-то больной. Да нет, у меня все в порядке. Я просто хожу, делаю. Мне захотелось, чтобы я пошел здесь. Я сделал себе, чтобы кривляться в своем инстаграме. Ситуация в том, что я до сих пор делаю какие-то моменты в себе, потому что я все равно подгоняю под свой собственный идеал, скажем так. Все говорят, вот ты там участник шоу, твоя жизнь изменилась. Ну, как бы, за счет участия в это шоу ничего подобного, друзья. Моя жизнь изменилась ровно тогда, когда я похудел и начал делать пластические операции. Я наблюдаю новый тренд. В своих соцсетях звезды все чаще стали откровенно рассказывать о своих трансформациях. Они выкладывают фото до, после, а некоторые и прямые эфиры во время процедур. Телеграм-каналы каждую неделю смакуют новость об очередном поехавшем импланте или изуродованном лице звезды. Но есть немало случаев, когда пластическая хирургия реально спасала жизни и меняла судьбы. Так кто же они, пластические хирурги современности? Новые звезды или врачи, чья миссия спасать остается неизменной? Тема, как вы уже могли догадаться, пластическая хирургия. И говорим сегодня без фильтров. Пока был в власти КПСС, конечно, все очень-очень здорово тормозилось. И с падением Советского Союза, именно в начале 90-х годов, началась всплеск пластической хирургии. Стало в СМИ очень много информации о пластической хирургии. А СМИ очень большую роль играет, как мы все знаем, в формировании общественного мнения. И всем разъяснили, что это доступно, что это хорошо. Да, это была очень ненасыщенная специалистами профессия. Она была менее популярна, менее, скажем так, на слуху. Но она была востребована, без сомнения. Потому что пластическая хирургия, мы же с вами понимаем, это не только эстетика. Это очень большая специальность, в которой включаются реконструктивный компонент, посттравматические деформации, врожденную детскую патологию. То есть это очень большой пласт хирургических проблем, которыми занимается пластическая хирургия. А эстетическая хирургия – это только часть от нее. Очень интересная история вообще пластической хирургии у нас в России, как возникла. И это как раз вот из уст хирургов. На самом деле это к нам пришло в 2000-х годах. И, говорят, мы в ужасе были, потому что мы не знали, что делать. Силикон, вот эти все импланты, что, как делать. Обучения никакого не было. И первые пациенты в пластической хирургии действительно были подопытными кроликами. Пластическая хирургия развивается и как-то меняется по двум причинам. Это первое. Запрос общества, может, спрос на что-то. И возможности пластической хирургии. Общий мировой тренд, то есть эстетическая хирургия, как часть пластической хирургии, она активно популяризуется на всех уровнях. И эта ситуация характерна для всего мира. То есть той части мира, где, в принципе, это существует. Мы же понимаем, да, что эстетическая хирургия есть вообще не во всех странах. Вряд ли в Папула, но в Гвинеи люди, которые там живут в лесу, они что-то знают о пластической хирургии. И мы просто в этом тренде находимся. Мы часть этого большого движения. Помнишь, я тебе показывала свою проблему с глазами? Вот, сейчас мы ее обкалываем. И помнишь мой неплоский животик, который был с жиром? Почти уже без жира. Мы его тоже обкололи. Конечно, очень большую роль для популяризации, в принципе, фокусировки на внешности, на собственной, на возможности эту внешность как-то использовать для каких-то социальных эффектов, положительных в собственные отношения, сыграли в социальной сети. Друзья, вы знаете, я сейчас, конечно, поражаюсь, насколько люди жестокие. Я поделилась своей историей не потому, что я сделала операцию по бартеру, как многие пишут, или еще что-то. Я заплатила действительно большие деньги. Могла бы в текушку сделать, прийти и сказать, «Смотрите, я массажиками себе сделала красивое лицо». А в итоге... Пластическая хирургия является одной из самых востребованных отраслей медицины. По некоторым данным, Россия вошла в топ-10 стран по количеству проведенных пластических операций за 2023 год. Хоть современная эстетическая медицина и пластическая хирургия взяли тренд на естественность, многие девушки в погоне за красотой и идеалом все равно заказывают хирургам глаза Беллы Хадид, нос, как у принцессы Диснея, ягодицы Ким Кардашьян. Какие изменения во внешности все меньше интересуют пациентов и перевернулись ли взгляды в пластической хирургии? Пусть нам расскажут врачи. К счастью или, к сожалению, тренды в пластической хирургии есть всегда, но вопрос в другом. Хочешь ли ты им следовать? Тренды, они сегодня есть, завтра нет, а организм у человека один, тело и лицо у него также одно, и когда через год тренд изменится, человек просто скажет, а мне теперь это не нравится, нужно сделать другое. Самое верное решение при проведении операции это подчеркивание индивидуальности пациента и приближение его к классическим канонам красоты. Я вам скажу, что работать с людьми, которые ориентируются на количество лайков, как с пациентами, очень сложно. Они в своей системе существуют некое восприятие, свои имеют критерии оценки, зачастую у них абсолютно неадекватные запросы в плане эстетики, потому что они пытаются какие-то изменения со своим телом провести, которые модны на сегодня. Все люди нормально подготовленные, они работают в достаточно традиционной конвейерной эстетике. То есть, если ко мне придет пациентка и скажет, я хочу грудь шестого размера, чтобы она вот отсюда начиналась, как я вижу, как у Ким или еще у кого-то, я просто не буду ее оперировать. Важность визуального компонента системно повысилась, особенно среди людей более молодого поколения. И это сформировало дополнительный запрос в принципе на улучшение эстетики в целом. И, соответственно, создало тренд на увеличение спроса у всех людей, косвенно так или иначе, связанных с внешним обликом. Это и тренд на фитнес. Мы с вами знаем отлично, как фитнес за последние 15-20 лет вырос. Спорт был всегда в жизни людей, без сомнения. Он всегда был популярен. Вот это красота. В мире это красота. Дело рук. Моего любимого классического хирурга и подружки. Моураву Ларису Матранзуну. Но 20 лет назад и сейчас количество фитнес-центров на душу населения не только в центральных городах, а вообще в мире, оно значительно увеличилось. Это все единый тренд. Мне сложно судить, я не специалист по социологии, то есть социальные сети, они стимулировали это, являясь причиной или наоборот. Социальные сети являются именно следствием запроса людей на этот визуальный компонент. Говоря о вот этих хотелках, особенно среди молодых женщин и девушек, конечно же, большую роль здесь играет средство массовой информации, интернет. Они смотрят на довольно успешных женщин в мире, даже в России, над которыми здорово поработали и пластические хирурги, и косметологи. С моей точки зрения, лично, это не очень хорошо, и мне это очень не нравится. Если, так сказать, углубиться в психологию пластической хирургии, то, ну, например, приходит, приведем такой крайний такой пример. Человек и говорит, вот я хочу сделать себе член на лбу. Вот я вижу себя с членом на лбу. Вы понимаете, это просто абсурд, да? Ну, он жить не может без этого члена на лбу. У него жизнь ему не мила. И он считает, и главное, что вполне возможно, что, сделав ему это, что он просит, он станет счастливым человеком. Хотя, с точки зрения общества, ну, я думаю, что он будет просто изгоем. Вот с таким штукой на лбу пускать никуда не будут. А он будет счастлив. И пластические хирурги делают это. Делают. В принципе, как только человек говорит, я хочу, как у Васи, как у Пети, как у Маши, Саши, либо я хочу, как на фильтре, профессиональный эстетический хирург уже сразу насторожится. Это уже неправильная ситуация, потому что человек может хотеть выглядеть лучше. Это здоровое желание. Но он не должен хотеть выглядеть, как кто-то. Это уже не вполне здоровая психоэмоциональная подоплека. Есть такие, которые, да, вот, знаешь, вот как бы подражатели. И у меня есть даже, ну, как бы, хотелось бы сказать, пациенты, подписчики, которые ходят за моими докторами. Хочу, как у нее. Вот хочу, как у Маси, да. Ну, надо же понимать, что мы все разные. От скелета кожи, не знаю, типажа. Нет, ну, есть, которые платят очень много денег и становятся там второй Анжелиной Джоли. Но надо же тоже понимать, что точь-в-точь, ну, не получится. Посмотреть, как это было сделано у меня, да. Но надо понимать, что это получится не как у меня. Мы с тобой разные по форму, по всему. Я считаю, что когда приносит человек тебе фотографии, говорит, я хочу быть похожим вот на него или на нее, вот это, это что, это вот надо сразу отказывать, потому что это реально, ну, что-то с психикой. Потому что он будет добиваться именно вот до вот этого состояния, потом завтра ему покажется, что он захочет другого, и это переделаться невозможно, а быть таким, какой ты есть. И сделал операцию, многие говорят, например, сделал ты вот эту операцию, все, все одинаковые уже ходят. Да мы все разные, какие бы мы операции ни понаделали, мы одинаковыми не станем. Ну, мало кто, мало кто есть, реально похожий сами по себе, это там худоватость где-то, какой-то, ну, какие-то моменты там генетические, и действительно люди между собой похожи, но это же единицы. А остальные, что бы ты себе ни сделал, ты будешь такой, какой ты. Я себе сделал, я буду такой, какой я. И все, ну, зачем это все будет? От того, что ты хочешь быть похожим на кого-то, а для чего тебе это нужно? Ну, ты искренне не понимаешь, как бы, от того, что человеку сделать глаза, как у Беллы ходит, но вряд ли он от этого станет мировой знаменитостью или топ-моделью. Ну, да, ты станешь на него похожим, а что дальше? А может, станешь похожим не настолько, насколько ты хотел. Во время подготовки этого фильма я искала героев по разным каналам, рекомендациям знакомых, по работам со звездами и, конечно же, через социальные сети. Как оказалось, пластические хирурги развивают свои аккаунты не хуже блогеров. У некоторых из них по миллиону подписчиков и в лентах ежедневно публикации феерических преображений. У многих существуют уникальные методики и авторские программы. Мне стало интересно разобраться, в чем особенность и разница этих методик. На самом деле, авторские методики в большинстве своем – это маркетинговые уловки для того, чтобы выделить себя на фоне остальных хирургов таким не очень чистым методом. Авторские методики должны быть запатентованы. Все маркетинговые названия, которые, возможно, привлекают пациентов, что вот мы вам сейчас делаем все за один раз и за один наркоз, что самое главное, при этом не важно, сколько он длится, это тоже привлечение внимания и игра на страхах пациентов. Это слово, когда авторские хирурги, это, знаете, я автор, я так вижу, это очень пугает на самом деле, это уже плохой признак. Авторские методики, они соседствуют с премиями. Они, ну, по специальности, то есть они где-то там, когда… Вот вообще, когда вы видите, что человек использует авторский подход, плюс у него какие-то премии, плюс он очень талантлив, очень талантлив, обязательно у него, скорее всего, золотые руки. Я не знаю, где их выдают. Тут 20 лет хирургии, не знаю, где золотые руки выдают. А, еще бывает, еще у него обязательно, он какой-то в третьем поколении, обязательно хирург или там врач. Все, это как бы вот это сочетание, вот этот вот дикий коктейль, это все, значит, без шансов на успех тут просто вообще. Настало, становится, ну, такое время, когда многие хирурги сами становятся пиарщиками, довольно успешными. И слава богу, если профессиональный уровень этого хирурга соответствует его заявленным возможностям, довольно часто в интернете, еще где-то, я читаю, авторская методика. Господа, вот я 40 лет работаю, у меня есть один патент, но назвать его чисто авторским, что это вот я, я собрал уже известные методики и применил его в определенной ситуации. Создать там совершенно новую методику человеку в 30 лет со стажем хирургии 5 лет или 3 года, господа, это невозможно. Это вас обманывают, и обманывают очень жестко. Чаще всего потенциальные клиенты клиник пластической хирургии ищут своего доктора через фотографии до-после в соцсетях. И многие такие эксперты, имеющие миллионы подписчиков, опускают рассказы о своих неудачах в практике. Но, как мы знаем, интернет помнит все, даже истории, о которых молчали. Когда я решила делать грудь, я уже начала смотреть инстаграмы и разные социальные сети других врачей. Я познакомилась с пластическим хирургом, он пришел ко мне делать татуировку. И я сделала ему классную татуировку и рассказала свою историю. Он такой, блин, да почему нет, приходи ко мне, я сделаю тебе классные сиськи. И 12 сентября прошлого года у меня была операция по увеличению груди. И после того, как я проснулась после этой операции, ну, я, мягко скажем, охренела, потому что мне было очень тяжело дышать, мне было тяжело двигаться, я не могла разогнуться, расправить плечи. И, не знаю, грудь у меня практически была на носу. То есть она вот была вот такого вот размера, больше, чем размер моя голова. И хирург меня уверил, что все хорошо, что грудь станет меньше, что это первоначальный отек, что ничего страшного не происходит сейчас, нужно просто расслабиться. Через 14 дней после операции у меня начала раздуваться грудь. Правая. И за одни сутки она раздулась в два раза больше, чем, я не знаю, там, размер моей головы условно. В общем, через какое-то время, я не помню, по-моему, через 2-3 дня у меня уже начинает сочиться через кожу. Я охренела. И, ну, то есть низ правой груди, он уже начал меняться в цвете, как будто бы пошел какой-то некроз ткани. Я нереально испугалась. И все. И когда вот это продолжается неделю, я уже на жутких нервах. Он говорит, хорошо, завтра приезжай в клинику. О том, что он собирается удалить из меня имплант, и я узнала только уже, когда находилась в клинике, второй раз, за час до операции. Когда меня выводят из наркоза, первое, что я сказала, есть ли во мне импланты, мне сказали нет. Врач ко мне пришел в палату, мы с ним поговорили, и он сказал, не переживай, мы все это исправим. Я говорю, как? Это же отторжение импланта было? То есть, получается, мне совсем больше никогда нельзя вставлять импланты? Он такой, да. Он говорит, я не знаю, почему это произошло, но я бы тебе не советовала больше никогда сталкиваться, ну, типа, вставлять имплант. Твой организм это не принял. Это инородное тело. Тебе не стоит больше этим занимать. Я выбрала хирурга, с которым я была знакома лично. Я не искала его в интернете. Я не читала о нем никакие отзывы, и не знала девочек, которые у него делали операции. Мы с ним дружили и очень хорошо общались, и я доверилась ему. Мне очень жаль, что мне удалось пережить такой ужасный опыт на операционном столе у Надарьи Багратовича. 93% успешных операций в полном пластике, когда это делают квалифицированные люди. А это же делают не всегда люди достаточным уровнем подготовки. Это же иногда хирурги, которые только учатся, у которых маленький опыт работы, у которых нет достаточно навыков в коррекции осложнений, в коррекции интероперационных каких-то ситуаций. Конечно, это гораздо хуже статистика. Приживаемость плаентов очень высока. И она на, наверное, 98% зависит от действий врача. И только на 2% от какой-то личной иммунного конфликта какого-то или какой-то еще причины, которая может привести к нарушениям приживления. Их может быть много разных. Но это очень хорошая такая яма, куда можно сваливать всякие косяки. Оказаться на месте недовольного пациента после пластики совсем не хочется. Но случаи бывают разные. Что делать, если ты добровольно стал жертвой пластического хирурга? Есть ли возможность не только исправить неудачную операцию, но и предупредить остальных красоток, устраивая публичные разборки с хирургом? Девчонки, у меня и так была очень красивая грудь. Я просто решила просто чуть-чуть ее подтянуть. Чуть-чуть. Но когда я проснулась после операции, ну, нет, после операции все было нормально. Но когда я сняла лифчик через месяц, я просто... Я хотела, знаете, чтобы носить открытое платье, чтобы не был бочок такой открытый. Чтобы, ну, во-первых, одна грудь выше, другая ниже. А швы просто ужаснейшие, ужаснейшие. Нет, я не хочу показать вам очередную жертву пластики. Как действовать, если вы считаете, что вам нанесли моральный и физический вред здоровью? Расскажет адвокат. Они мои клиентки, они мои доверители. Слава, Любовь, Успенск, какие-то еще звезды шоу-бизнеса, которых я представляю. Поэтому совершенно логично, что по определенным вопросам, которые требуют юридических познаний, они со мной связываются. А с кем-то мы вообще дружим уже фактически много лет. И Слава осталась недовольна операцией, которую провел Тимур Хайдаров. Позвонила мне, сказала, что вот, в принципе, договорились о мирном урегулировании вопроса и что нужно это юридически оформить правильно, сделать. Сказала, окей, хорошо. Безусловно, изначально стоит обратиться в саму клинику, в саму клинику, в само учреждение здравоохранения, обратиться. И желательно это сделать письменно, зафиксировать. Зафиксировать, что вот я недоволен тем-то, тем-то. Если ситуация не решена, потому что во многих случаях, опять же, надо отдать должное, эти ситуации решаются. Почему решаются? По многим причинам не все чисто. Лучше договориться. И дальше обратиться в Росздравнадзор и параллельно обратиться в органы прокуратуры, потому что они тоже надзорную функцию осуществляют. И уже самое крайнее... Ну, давайте так. Если есть вред здоровью, если действительно здоровье пострадало, не просто, чтобы не понравилось, явно здоровье пострадало, конечно, обратиться еще в органы следственного комитета, потому что есть статья 238, и она в отношении врачей работает. Параллельно, то есть это можно делать одновременно, чтобы время не тратить, обратиться в Росздравнадзор. Если вам оказали некачественные медицинские услуги, ты имеешь право на обращение. Первое. В порядке уголовного дела. То есть если у тебя уже вред здоровью причинен, средняя тяжесть, не дай бог тяжкий вред, не дай бог летальный исход. То есть в таких случаях, конечно же, потерпевшие имеют право, ну, если летальные, то их родственники, имеют право на обращение с заявлением о возбуждении уголовного дела. И оно сохраняется, совершенно независимо от того, платились деньги, сколько денег платилось. Моральный вред тоже никто не отменял. То есть моральный вред в связи с некачественно оказанной услугой. Да, его можно взыскивать. И я хочу сказать, что надо отдать должное судам нашим российским, которые вообще плохо взыскивают моральный вред. Бывает моральный вред 5-10 тысяч рублей. То есть непонятно, откуда взялись эти суммы. И вот эти физические нравственные страдания, то бишь моральный вред, их сложно оценить. Нет какой-то шкалы, которая бы их оценивала объективно. Вот такая сумма и все. Поэтому это такой оценочный фактор. Но по причинению вреда здоровью взыскивают хорошо. То есть там суммы доходят и до нескольких миллионов взыскания морального вреда. Моральный вред, да, конечно, сохраняется компенсация, право на компенсацию. Но опять же, не по всем делам можно и правильно говорить о наличии договоренности и отсутствии общественного резонанса, и отсутствии вообще вот этого открытого заявления о своем недовольстве. Вот сейчас вот этот случай с певицей Славой, Любовью Успенской и десятками, а сейчас я, наверное, правильно скажу и не ошибусь, что сотнями тех, кто оказался тоже недоволен наряду с ними, пластическими операциями, проведенными Тимуром Хайдаровым. Вот это та как раз история, на мой взгляд, и он совпадает, как обычно, с моими доверителями. Это та история, о которой как раз надо было сказать. Я молчала, но потом я узнала, мне позвонили, сказали, что Хайдаров дал интервью на НТВ, ты не поверишь, обо мне. И рассказал такие вещи, что я пришла к нему, умоляла его сделать грудь мне, которую я вообще не хотела делать грудь, у меня была прекрасная, хорошая грудь. Он мне сказал, у меня она была сделанная, но много лет назад еще в Америке. А он меня, знаешь, убедил в том, что это много лет прошло, и, в общем, для здоровья лучше освежить, помеять импланты, столько лет. Я ему поверила. И он даже, вернее, не то, что я говорю, ну не надо. Он говорит, да если ты не согласна, я все равно тебе, я даже бесплатно тебе сделаю. Но в итоге он ничего бесплатно не сделал. Он делал все за деньги, притом по полной программе. Потом, когда время прошло, через месяц я пришла, я вижу, что у меня руки подвисают, они не висели. Я просто хотела их немножечко убрать, потоньше сделать. Они висят, они порезаны. Я не вру, я могу тебе это показать. Потом одна грудь каменная, вторая нормальная, но неправильной формы. Эта грудь просто каменная и какая-то такая, знаешь, скомканная, вот такая вот, но они разных размеров. Я ему говорю, это что? Он говорит, не волнуйся, это мелочи. Понимаешь, он так уверенно говорил, и я так легко ему поверила. Он понял, что он попал в такую ситуацию и попал, и что я ему не подарок, понимаешь, что я ему это не прощу. Я не требовала денег. Мы сказали о том, как ты собираешься выкрутиться из этого положения, как ты собираешься вообще оправдаться. И он прислал моему директору 2 миллиона рублей, оправдался. Твоя мама, Тимур, сказала, что все это заказная травля, и что это враги Тимура пытаются сжить его со свету. Кто заказал Тимура Хайдарова? Я знаю, кто толкает эту всю историю, вот прям активно. Это, наверное, сейчас может быть, не побоюсь этого слова, наверное, цель жизни, наверное, вот я, потому что все это берет начало с 20-го года. и во главе вот сегодняшней всей вот этой фейковой травли, грязи, стоит, конечно же, наша многоуважаемая Любовь Залманна. Я ее оперировал в 20-м году, вот, и там произошли некие ситуации, которые привели вот к этому долгому накоплению ее, не знаю, ненависти, потому что, ну вот, если ты пообщаешься, кто взаимодействовал с ней, как только она слышала фамилию Хайдаров, ты что у нее, просто она, говорят, свирепела. Позже, после вот как бы выплатили деньги, плюс там с какой-то еще над бабочкой. Сколько выплатила? В районе 2 миллионов. И она сейчас это уже не скрывает, она сама сейчас об этом говорит. 2 миллиона прям, там, ни копейкой, ни меньше, вот, хотя операция стоила чуть дешевле, вот, да. То есть еще компенсацию? Ну, незначительная там, понимаешь, компенсация. Потом уже поступил звоночек, что недовольна результатом, недовольна там, тем другим, я говорю, хорошо, говорю, приходите, посмотрим, говорю, может быть там, скорректируем, говорю, может быть там, чем-то там, опять же, косметология какая-то. Нет, эти условия нас не устраивает, нам нужен там, кэш определенный. То есть, Успенская хотела еще больше денег? Ну, такое условие мне поставили. Сколько денег она хотела? 5 миллионов. К этим двум еще 5? Получается так. Резонансность этой проблематики, когда есть массовый характер, если есть массовое недовольство, вот здесь я считаю, что певица Слава, певица Любовь Залмановна-Успенская поступили, ну просто, я ими восхищена, по-человечески восхищена, я их давно знаю, и одно, и другое. От них этого и можно было ожидать, потому что вот они такие люди, которые не за себя только. Они осознают прекрасно то, что являясь публичными фигурами, фигурами, на которых равняются, рекомендациям которых следует, теми людьми, которые формируют некое общественное мнение. И если она, Слава или Успенская, прорекламировала эту футболку, то завтра пойдут тысячи человек, купят себе такую футболку, ну это же они сказали, значит это здорово, классно. Поэтому, когда они кого-то или что-то рекомендуют, они несут ответственность, и они это очень хорошо понимают. Я это все-таки тяжелая артиллерия. Понимаешь, мое слово имеет вес. Я думаю, что я правильно сделала, что я влезла в этот скандал, потому что я могу сказать, что благодаря мне люди поверили, женщины поверили, что они могут сегодня заявить о своих проблемах, пожаловаться и могут защитить себя и могут выиграть. У меня ситуация произошла очень много лет назад. Это был 2017 год. Я обратился к Тимбру Хайдарову, а обратился как не сам, это он меня позвал в свою клинику. И мы прооперировались вдвоем. Там был мой адвокат, как бы бесплатно. Только надо было заплатить за импланты. За адвоката я заплатил 450 тысяч. Я почему платил, потому что это моя подруга была. А за свои супер импланты, которые не надо никогда менять, через которые можно делать, прокалывать, делать инъекции, там ничего такого не наговорил. Я думаю, как такое вообще может быть? Вот, миллион 750. Вот. А так, за работу он не брал, как бы это получилось, как будто бесплатно. Все, очнулся, очень был этому рад. Я же не понимаю, как они должны быть, Ну, так раз на жопу посмотрю, ну, вроде ничего, вроде как хотел, да, чтобы он чуть-чуть торчал, а потом гулять вот так вот, красиво, там, в трусах на пляже. Месяца через два начались проблемы. Началось такое, как уплотнение. Я в то время колол тестостерон, и мы подумали, ну, как бы вместе с доктором, мы решили, что это, в принципе, уплотнение идет от тестостерона, от масла. Но это все было не так. В общем, месяца два у меня Морыжим, он предлагал делать какие-то примочки, в общем, все такое, это лечение, как будто я к бабке какую-то пришел, по ветухе. Значит, скрыли этот, получили правую ягодицу и вытащили оттуда тампон в 2017 году. И сразу это вот, она долго болела, что-то все это ныло, вот все, что-то там было не так, ягодица опустилась. А вторая ягодица, она была такая выпуклая и как бы вот нормальная. И причем она не болела. Но ощущения неприятные иногда возникали все это время. вот с момента 2017 года они возникали. Я ходил к нему, я с ним разговаривал, я, ну, как бы, мы как бы дружили в какой-то момент, здоровались. Я всегда спрашивал, что мне делать, как мне делать. он мне все время давал такие, как сказать, рекомендации, но доктор такие рекомендации не дает, потому что это лечение надо было производить какое-то метрогометозное, это точно, назначено, потому что это нельзя никакими примочками, никакими, там, ничем другим это нельзя было бы вылечить, да. и вот, когда уже вышел, все пошло с вещей, в другом, ну, на левой ягодице вышел с вещей. При этом, то, что он осмотрел, он опять начинает то же самое, надо примочки, то бишь, вот все, все возможные вещи, которые он опять назначает, это не дает никакого результата, абсолютно. Я вам так скажу, скажу, за 6 лет он ни разу не обращался ни с жалобой, ни с претензией, там, ни с какими-то, там, не знаю, недовольством, ни в клинику, ни ко мне, никуда, понимаете? И тут на вот этой всей волне хайпа, хейта и всего остального он вот вдруг появился, понимаете? При этом... А что ему не понравилось? Я только читала про какой-то тампон, который забыли у него, значит, в ягодице. Не тампон, а перчатку. Я не ходил другим хирургом, потому что Хайдаров был мой врач, мой друг, как бы, и человек, коллега, с которым мы общались, как бы, я уже пошел, сдал анализы, мне уже показала кровь, мне кровь показала то, что у меня уже развивается, во-первых, сепсис, во-вторых, ну, как бы, и белок подскочил, и... и анемия начала развиваться, вот, вот, из-за потери постоянной крови, но она постоянно, ну, я каждый день откачиваю, значит, оттуда сливается, у меня все на записи есть, пачковидными лотками. Ну, я встал, если бы это было бы чуть-чуть, то эту пачковидную лотку каждый раз, в ванну раз, и так вот, сколько, раза три-четыре, ты это сделаешь, что ягодица была, вот, размер, ну, не знаю, как большой арбуз. Сейчас я все это удалил. Когда мой врач глянул, вообще, почему это все происходило, вообще, почему, потом, когда вскрыли, нашли перчатку. Пожалуйста. Перчатчный дренаж. Забыли. Я сливал литрами, там, потому что образовалась полость такая, это такая, как флегмона, ну, гнойная флегмона уже образовалась, пошла. Уже перчатка где-то двинулась, где перчаточная. Длинный сантиметр, 20. Перед вами наша сегодняшняя добыча. Это, с правой стороны был удаленный имплант с нарушением целости оболочки, ну, в принципе, разрыв был, но не скажу, что прям сильный-сильный-сильный. Слева разрыв был гораздо более значительный, плюс был обнаружен кусочек перчатчного дренажа. Прошу обратить внимание, что на обратной стороне импланта мы не можем идентифицировать производителя и нет никаких серийных номеров. То есть мы не можем сказать, что это за производитель был установлен, какой фирмы импланта. Это уже будет, может быть, проведена какая-то экспертиза для выяснения этих деталей. Поменял хирурга и как бы вот жизнь стала, начал налаживаться. Что самое главное, на меня, мне, во-первых, пришло все здоровье в норму, да, как бы и по крови и вообще. он мне сразу объяснил, что все доступы, которые в постановке были имплантов, они были все с нарушением. Вот. Они были сделаны так, почему они все время инфицировались, потому что они слишком были близко опущены к канальному отверстию. Вот удалили вот это, вот то, что он там поставил, так он еще с этих имплантов срезал нумерации все, номера, чтобы это было непонятно, потому что стояла грудь. Я думаю, что это вообще какие-то импланты, как многие же практикуют, я не знаю, договориться с моргами кто-то, кто-то еще что-то. Вот эти вот импланты они были уже какие-то, ну, какие-то они были не новые, потому что все вот эти вот маркировки, которые были на имплантов, они были связаны с двух имплантов, вставленные в меня. И вот они были в одном даже импланте, ой, в одной ягодице. У меня лежало полтора импланта, потому что вот он мне как день не доставал, они, видать, его дорезали и доставили. Ну, я же как бы, ну, что мне сейчас это все размусоливать? Ну, опять же, из абсурда, что он заявляет импланты со срезанными бирками, маркировками. Ребят, это же не пиджак, что вы срезали. Имплант это, понимаете, целостная такая история, структура, на которой напечатан фирма, там, форма, объем имплант. Есть регистрационное удостоверение этих имплант, то, что это ягодичные импланты, там, не токсичные, не какие-то контрафактные, что завезены в страну официально, это официальная компания, представитель, там, французских имплантов, понимаете? Это очень жесткое нарушение, это не просто жесткое нарушение, это прямо, ну, это прямо максимально, это максимально, это... Я сейчас хочу от него, я хочу от него компенсацию денежную. Мне, мне, да, я хочу, я хотел 10 миллионов, хочу сейчас 25. Но, как оказалось, он тоже себя подает, как вашу жертву просит, 10 миллионов. По-моему, 15. 10, 15, 5, полтора, два, два с половиной. Я иногда думаю, люди где-то не в России живут, какие-то цены, такие суммы называют, я вообще не понимаю, или у них, может, зарплаты такие, что для них это так, не знаю, поужинать сходить. Я могу говорить о том, что их компенсации, которые они хотели бы получить, это не первично. Это не первично, главное для них, пожалуй, это сейчас какие-то превентивные меры, то есть обезопасить других. Я больше скажу, сейчас и Слава, и Успенская, мы с ними обсуждали, я думаю, что они не обидятся, что я так анонсировала заранее, но они сказали, мы в любом случае, что бы ни было, если нам какие-то деньги заплатят, мы их точно отдадим тем, кому они нужнее, с их точки зрения. И второе, они уже четко выразили свою позицию, сейчас сверят гастрольные графики, сверят свои выступления и проведут благотворительный концерт в помощь тем, кто обратился, чтобы эти денежные средства между ними распределили. Ушедшим годам не обрадуется ни одна женщина, а тем более, если работой этой женщины быть актрисой. Лицо становится инструментом для заработка, таким же важным, как паспорт. Ведь поклонники узнают, режиссеры приглашают на лучшие роли, бренды предлагают хорошие рекламные контракты. И чтобы не сойти с дистанции, женщины ведут неравную борьбу с возрастом, иногда даже не задумываясь о последствиях. Сериал называется «Обреченная стать звездой». Это, ну, он вышел в 2005-м, но съемки продолжались долго. Съемки продолжались три с половиной, четыре года. Это удача, что я туда попала, одна из главных ролей, все очень здорово. Но, честно говоря, как и износ металла, да, и усталость металла, так же и у актеров, когда ты играешь одну и ту же роль так долго, да еще ты играешь роль женщины старше себя. И, наверное, мне так кажется, хотя на тот момент мне было 40 с копейками, 43-45, ну, в общем, можно было бы, конечно, еще и ничего с собой не делать, но вдруг у меня появилось ощущение, что я постарела, что я устала. Скорее всего, это была просто усталость. И что-то мне так захотелось какого-то разнообразия, мне так захотелось каких-то, ну, какой-то новой жизни, новых впечатлений, да, это нормально, какого-то свежего воздуха. И поскольку у нас был очень жесткий контракт, я не имела права ничего делать со своей внешностью, ну, то есть, имеется в виду, менять там ни цвет волос, ни прическу, ну, ничего. И там прям такая неустойка, будь здоров, прописана в договоре, то я подумала, ну, наверное, что-нибудь легонькое, ну, типа, нити. Это такая процедура. А, я даже запомнила, называется малоинвазивная хирургия. Причем не только я, а еще и моя подружка Елена Борзова, которая тоже снималась со мной в сериале, я ее тоже за рукой говорю, слушай, советуют мне. Я говорю, клиника на Петровке в центре, такая клиника крутая. Потом я, когда уже стала выяснять, оказывается, у них даже лицензии на это не было. И вот мы пришли, доктор, который, как мне говорят, этих нитей наделал уже тысячу. В конечном итоге это делается реально очень быстро, то есть обезболивает лицо просто уколами и под кожу чем-то там залезает. Сидишь ты в стоматологическом кресле, то есть, в общем, выглядит все это очень лайтовенько. Тут же, то есть я ушла, и тут же прям такое гиперподтянутое лицо. Я сразу спросила у него. Я говорю, скажите, пожалуйста, а это я такая вот такая и останусь? Он говорит, ну что вы, ну что вы, нет, конечно, говорит, это сейчас все осядет, все это опустится, все будет очень хорошо. Вот. Ага, ну ладно, прошли сутки, прошли вторые, третьи, четвертые, пятые. Неделя, две, а лицо никуда не опускается. Оно как было. Я реально, я понимаю, что что-то не то. Я звоню своему косметологу, который работает в этой же клинике. Я говорю, слушай, где доктор, ты мне помоги, мне, наверное, надо ему показаться, потому что все сроки прошли, а у меня заканчивается отпуск. И мое лицо – это мои деньги. И у меня контракт. И я что буду дальше делать? Я говорю, все, я же вам говорю, я же предупредила вас. Почему я не могу делать нормальную пластическую операцию? Почему я не могу резаться? Потому что у меня контракт. Мне еще целых полтора года сниматься в сериале. Он вернется только через полторы-две недели. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, мне выходить. То есть у меня, конечно, началась истерика. Я понимаю, что я попадаю на очень большие деньги, и я не могу сниматься, я в растерянности, я не понимаю, что мне делать, куда бежать. Мне моя косметолог начала колоть вот сюда дипроспан. Теперь я знаю, что такое дипроспан, тогда мне абсолютно все равно, что такое дипроспан. Но колет и колет, думаю, так надо. В конечном итоге приезжает этот доктор, потому что она ничего толком с лицом не сделала. Но приезжает этот доктор, я ждала где-то там неделю-две, как он вернется из отпуска. Опять он меня позвал в это стоматологическое кресло и говорит, «Осподи, зачем же вы короли, дипроспан? Мы сейчас тут ниточки-то под кожей подсечем, и все опустится, и будет все нормально». Подсекает, опускает. И вот здесь, вот здесь, на самых видных местах, здесь две дыры, прям провалы. Я говорю, а что мне теперь с этими дырками делать, которые появились от дипроспана, который съедает жировую клетчатку? То есть под кожей там просто дыры. И это прям видно, у тебя такие две вмятины на самом видном месте. В конечном итоге они... Ну, я стала скандалить, но я была узнаваема на этот момент. У меня тоже уже было куча фильмов, куча сериалов. И я сказала, вы поймите, пожалуйста, меня правильно, но вы давайте как-то мы подписывать, и давайте возвращайте мне деньги, потому что мне нужны деньги, даже не за моральный вред, я про это даже не говорю, мне нужно что-то делать с лицом. В итоге мы договорились на 10 тысяч долларов, но должна вам сказать, что потратила я гораздо больше потом. И все, что происходило потом, было очень печально, потому что в сериале я не платила, конечно, жуткую неустойку, но меня снимали сзади, больше скажу. До сих пор, если смотреть, я обычно, как я говорю, у меня рабочая левая. Почему? Я вообще, конечно, с юмором к этому отношусь, но я знаю, что у меня до сих пор здесь неровность, до сих пор. Это с 2005-го, с 2006-го года. Задумывались ли вы, а что же все-таки толкает людей под нож? Чего они хотят, и главное, чего боятся? Чтобы понять реальные мотивы, я задала вопросы тем, кто уже пережил пластические операции, а может, и не один раз. Я только грудь меняла раза три или четыре, потому что, ну, хотелось экспериментов. Сначала, как все девочки, грудь – это самый такой, знаешь, такой вопрос, потому что нам кажется, нет, я сделала сначала поменьше импланты. Ой, я такая проснулась, такая, а что они такие маленькие? Нет, хочу побольше. Сделала чуть-чуть побольше. Нет, я хочу совсем большие. У меня были импланты, на самом деле, по спецзаказу. По 720, по-моему, каждая. Да, это вот по спецзаказу, то есть таких имплантов даже нет. То есть у меня была такая грудь. Походила, посмотрела, такая, нет. А, ну да, получается, это у меня вот четвертая грудь. Сейчас 500 там с чем-то. А так у меня, мне проще, наверное, сказать, что у меня сделано. Сделаны ягодицы, сделано липосакции несколько, липоскульптурирование. Подтяжку я сделала вот этой нижней трети, глаза сделала. Ну, наверное, все. Это бесконечно идет квадратные сиськи, квадратная жопа. Да там что-то там перетянуло. Я же вижу, как я выгляжу. Мне кажется, что у нас у каждой, особенно девочке присуще, есть какое-то внутреннее представление себя. Такое идеальное себя, которое хочется соответствовать. Понятно, что у нас есть диеты, у нас есть косметологи, там, визаж и все такое. Но я человек, который идет к этому радикально. Поэтому я за пластическую хирургию. Я же показываю абсолютно все от и до. Там от того, как я вошла в наркоз и как я вышла. И все стадии реабилитации. Мне ни в коем случае не стыдно об этом говорить. Мне, наоборот, даже интересно для того, чтобы люди видели, как это. Стыдно. Конечно, стыдно. Если ты обратился к хирургу, а если ты еще публичный человек, и у тебя что-то пошло не так, то, ну да, ты сто раз подумаешь, сказать об этом или нет. Если, конечно, уже ситуация выходит за рамки, и ты не можешь справиться с болью, с тем, что у тебя происходит, и ты это все в публичное пространство вываливаешь, скажем так, и рассказываешь об этом, то, конечно же, будут последствия. Если у тебя пластика пошла не по плану, и у тебя есть осложнение, не будешь ты сразу об этом говорить. Скорее всего, ты будешь сконцентрирован на том, чтобы это осложнение исправить. И если ты его уже исправил, то, возможно, ты можешь поделиться своим опытом с публикой и сказать, что вот была такая-то ситуация, но сейчас я все исправил. Ну, как правило, когда ты находишься в ситуации, где у тебя есть осложнение, там, искривление, какие-то там дефекты, гной идет или еще что-то, ты сидишь в своем вот этом вот мире, лечишься и никому об этом не говоришь, потому что это больно. Это вот такая боль, которая в тебе сидит, и ты должен с ней как-то побороться и это исправить. Уже после исправления об этом чаще говорят о чем-то, когда уже все хорошо. Если наклониться и напрячь булки, то получается следующее. Вот такая вот жесть. Просто вообще вот здесь. Это вообще как будто вообще что это? По поводу того, что я показала, что у меня произошло, это все было именно... Я вообще изначально против ягодичных имплантов, если честно. Несмотря на то, что они у меня стоят, и я их уже меняю, я против этого. У меня была ситуация вынужденная. Я хочу сказать о чем, что, во-первых, это не вечно. Это может, вот как у меня, произойти, вот они будут болтаться. Во-вторых, люди должны понимать, на что они идут. И я это показала для примера, чтобы люди после моей операции не пошли сломя голову тоже делать себе ягодичные импланты. Нужно понимать, что могут быть осложнения. И я думаю, очень многие задумались, а стоит ли это делать? Если вот у Мамаевой такое случилось, где гарантия, что у меня такого не будет, если я, например, похудею или еще что-то. А с учетом того, что у нас в России вообще очень мало врачей могут ставить нормальные ягодичные импланты, это такая операция очень сложная. Я вообще против, реально, против вот этой операции. Считаю, что если у вас есть возможность качаться, приседать, что-то делать, не надо туда ничего вставлять. Ну, максимум липофилинг, но не импланты. У меня это в жизни было. Что это скрывать? Я это не скрываю. Поэтому, в принципе, ничего такого страшного. Мне главное, что я сейчас выгляжу хорошо. Мне в своем теле комфортно, меня все устраивает, и это самое главное. То есть то, что думают остальные, мне, в принципе, не особо важно. Мне главное, чтобы мне было гармонично в своем теле. Можно, безусловно, купить свое тело, вложить огромное количество денег и сделать себя совершенной. Это деньги. А есть еще деньги плюс работа над собой. Вот это, наверное, разные вещи. Сделать идеальную картинку или все-таки сделать идеальную картинку, как ты видишь, получить свою уверенность внутри себя. Мася Шпак – это не только тело. Я думаю, что это многие видят. И я, как никто, никогда не скрывала, я почему это транслирую и показываю. Я хочу, чтобы люди видели, видели опыт. Они делали выводы и понимали. Могу я это сделать? Хочу ли я это сделать? Что это вот так? Что это бывает несовершенно, не идеально, что у этого есть сроки, что у этого есть реабилитации. И это действительно работа. Это не только, что вот ты сделал, ты вышел от хирурга, и все, ты идеальный. Это действительно работа. Это твое и питание, это твои физические нагрузки, это твое моральное состояние. Это целую кучу всего, чтобы был вот такой образ массе, немассе, либо какой-то другой звезды, который представляют. Ведь люди видят нас в экране какой-то идеальной картинкой. То есть той работы, которую мы проделываем, ее никто не видит. Как и у хирурга, то после. А что было вот здесь, во время, то есть чтобы от до до после, этого никто не видит. А все хотят быстрого результата. Ребята, так не бывает. Обсуждать неудачную пластику звезд одно из любимых развлечений диванных критиков. Нет, то, что мужчины тоже делают пластические операции, мы и раньше знали. По крайней мере догадывались, а теперь уверены. Посмотрим на идеальный пресс давы или преображение Филиппа Киркорова. Понимаю, уже все в курсе, что это работа пластического хирурга. А можно ли остановиться в погоне за идеальным образом? Или даже 29 операций может кому-то не хватить до образа настоящего Кена? Там была история такая, очень интересная. С Родриго Элвисом это, собственно, все мы знаем, да? Компания Мотел, собственно, которая создатель куклы Барби, они же как там выбирали персонажа, определенного, в каждой стране, с которым вот они хотели. Приехал Родриго Элвис в Россию, халявин. То есть все, пресса это очень быстро подхватила и понеслась в каждом утюге, начали об этом писать. А вот, первый признанный кем. Потому что там, ну, то есть, это человек, который, да, с помощью пластических операций, показывает, что все реально. И многие там, ой, у него, наверное, много денег. Да не было у меня никаких денег. Ну, не было. Вот, правда. Я же говорю, не продавал я квартиру и все. Это было просто желание к тому, чтобы идти добиваться, меняться. Пусть с помощью пластики. Первая моя операция, это была обдоминопластика. Вот. Мне срезали всю лишнюю кожу. У меня остался большой шрам во все тело. Я весил 160 килограммов. Ну, изначально, конечно, как любой человек, мы приходим, особенно полный человек, такой ленивый, не хочет худеть, он хочет лечь на операционный стол, и чтобы ему сразу все отрезали и вот так вот зашили. Такому не бывает. Доктор мне просто отказал. Я же тоже пришел, доктор отказал и сказал, не, парень, я начал худеть. И вот я начал, и как мы правильно сделал доктор, он меня просто подсадил на похудение именно каким образом? Давай 5 килограмм, потом еще 5. И то есть, он говорит, как 10 кинешь, так придешь, будем делать операцию. за 10 месяцев, я скинул 60 килограммов. Четко было понимание, что я хочу. Но я шел, как в надежде, что я сделаю операцию, приведу себя в порядок, потому что после такого большого веса у тебя кожа начинает обвисать. И, конечно, мой пупок был, ну, не знаю, можно это говорить, не можно, да, насколько это, между ног, понимаешь? И как парни ложиться в постель вообще самому собой, понимаешь, в первую очередь, уже неприятно. А я уже не говорю, там, с кем-то, да. Что касается вообще в дальнейшем, да, после первой операции возникли вопросы, да, то есть по телу, потому что где-то срезали, то есть пласт ушел, да, где-то жировая прослойка осталась, это верхняя часть. Мне хотелось немножко параллепосировать грудь, там, да, бока убрать и так далее. И потихонечку я начал над этим работать. То есть, ну, планово назначались операции, да, очень быстро я их делал. И я тот человек, который, вот мне надо все и сразу здесь, я прям хочу. Ну, вы знаете, красивое тело не может быть не из спортзала. В этом вся, вся история. Дело в том, что все вот эти операции активные по телу, они в большинстве своем очень иллюзорны. То есть, невозможно человеку с помощью тех или иных технологий липосакции нарисовать на животе из жира, да, выпилить пресс, который будет как настоящий красивый спортивный живот. Это иллюзия, это обман. Это так хорошо выглядит, только на видео, в инстаграме или на фото. В реальной жизни этот живот, он выглядит очень непрезентабельно. Особенно, если его не снимать в удобном свете, не мазать маслом, то, а на ощупь вообще очень сильно так себе, если честно, сильно снижает вообще эстетические ощущения человека, который это видит и это трогает руками. Я говорила, что вот это суперхирургия, что убирать жир, он больше там не растет. Все он растет, вот везде он растет. И не... Как вот после операции, если ты жрешь, то вот, просто можно нехуй операцию, не жрать. Вот все как росло, так и растет, вот. Ну, относительное время это прошло совсем немного. После первой операции и как я выгляжу сейчас. Мне сейчас 36 лет. Моя первая операция была в 29-30 лет. То есть, это 5-6 лет после первой операции. За все время 29 пластических операций было сделано. Наверное, все-таки по телу будет 30-е операции. Хочу доработать. Как бы ни было спортзал, не спортзал, я уже вмешивался в свое тело хирургическим способом и очень те дефекты, которые остались на моем теле, они уже, да, они убираются с помощью зала по чуть-чуть. Ну, мне, как я же говорил, хочется все здесь и сразу. Я не ленивая жопа, тружусь в зале, но я пойду на 30-е операцию и будет она уже, ну, я думаю, что довольно скоро. Правильный хирург в первую очередь он оценивает все причины, которые приводят человека на операцию. Объективные показания, то есть, какие-то элементы дисгармонии, там дефекты эстетические, которыми человек не удовлетворен, и то психоэмоциональное состояние, те психоэмоциональные мотивы, которые его приводят. И если он видит, что эти мотивы, они нерациональны, что это носит патологический характер, конечно, профессионал должен отказывать такому пациенту. Но должен, и как в реальной жизни происходит, это не всегда все одно и то же. Поэтому тут, может быть, и та, и другая сторона некорректна. То есть, это и хирург может как-то провоцировать пациента на дальнейшую вмешательство, что не является этически состоятельным пациентом для хирурга. Хирург не должен человека подталкивать к вмешательству ни в коем случае. С другой стороны, это и пациент может иметь тоже дисморфобические расстройства, не иметь возможности правильно воспринимать себя, испытывать постоянную потребность в этих изменениях, даже нездоровых. Тогда, конечно, хирург должен это увидеть, обратить на это внимание и такому человеку отказать. С другой стороны, с третьей, есть реально люди, которые многоэтапно в течение долгих вмешательств, 5, 6, 7, 8, 10 операций, этапно меняют внешность в лучшую сторону. Это вполне оправданно и более чем результативно. То есть, здесь нужно разбирать конкретно. Но в целом, вообще такой подход, как подсадка на пластическую хирургию, он странный. Человек не должен подсаживаться, он должен прийти, выполнить вмешательство, которое улучшит композицию лица, тело и наслаждаться результатами. есть такие состояния, есть такие состояния, опять же, психологические, психические состояния людей, которые уже начинают переступать грань нормы и становятся патологическими, то есть, практически на уровне психического заболевания. И вот тут начинается 10, 20, 30 операций, пока, ну, конечно, ничего хорошего из этого никогда не получается, и вы все это опять же в том же интернете можете увидеть. Довольно известные люди, которые мелькают в новостных каналах и везде там на подиумах, да, там где-то там, я не буду говорить, сейчас их перечислять, превращаются просто в монстров. Многие погибают на этом пути. У людей, которых мы видим на экранах или в ленте соцсетей, как ни крути, а все-таки больше возможностей и поддержки. Они могут обратиться к лучшим хирургам или получить совет от своих коллег, которые уже прошли через эти процедуры. А что делать людям далеким от медиапространства, которые, глядя на всех инфлюенсеров, тоже загораются идеей поправить свою внешность? А главное, что делать тем, кому изменения нужны не просто для совершенствования, а для того, чтобы вернуть себе ощущение полноценности в собственном теле? Меня зовут Наташа, мне 36 лет. В 2011 году, в ноябре 2011 года мне сделали операцию по удалению молочной железы и одновременное внедрение эндопротеза, который не прижился, и вскоре его удалили. У меня в настоящее время есть только одна грудь, на второй груди ту, которую удалили, остался только сосок. Получается, что уже 12 лет я скрываю это специальным бельем, специальными вставками. Честно, я все эти 12 лет не рассказывала публично об этой истории кому-то, то есть знаю только мои очень близкие и родные люди, и освещать, я думаю, что это очень важно, но говорить об этом откровенно, конечно, очень сложно. Наташа, ты пережила онкологию, вот вспомни момент, когда ты об этом узнала. Ну, мне 24 года, я только вышла замуж, шла на обычную консультацию, но так как меня беспокоила небольшая шишечка в груди, которую я нащупала самостоятельно, я обратилась к онкологу, и мне тогда поставили диагноз первоначальный фиброденома, это доброкачественная опухоль, после чего направили на гистологию, не на гистологию, а на пункцию, и подтвердили, что опухоль доброкачественная, но хирург сказал, что ее необходимо удалять. Мне сделали операцию первую, удалили саму опухоль, и, как правило, ее дают на гистологию. Мы ждали гистологии 14 дней, после чего мне поступил звонок, и мне сказали, что у меня рак начальной стадии. Нужно оперативно решать этот момент, и мы решились тут же на вторую операцию. Меня прооперировали, удалив полностью молочную железу и лимфоузлы. Ну, конечно, в 24 это было шоком. У меня бабушка умерла от рака молочной железы, и я пережила уже тот самый момент, когда не стала бабушки, и я знала, почему я не стала. Я уже была достаточно взрослой девочкой. И, конечно же, для меня это было шоком. У меня, безусловно, был настрой, что я буду бороться, что рак — это еще не приговор. Тем более, это была начальная стадия, и все говорили, что если пройти это сейчас и сделать оперативное вмешательство, хирургическое, оперативно все это сделать, то маловероятно, что он повторится. Вот когда ты узнала, что тебе необходимо удалить грудь, не удалить опухоль, а удалить грудь. Вот что ты здесь пережила? Какие были мысли? Ну, мысли... Тогда, конечно, все было очень сумбурно, очень все быстро решалось. Не думала? Я не думала. Я не думала, и была еще операция, очень сложная по удалению, и сразу внедрению экспандера. Его внедрили, то есть это имплант, его установили, то есть должно было быть по их описанию, то есть мне удаляют, и мне восстанавливают молочную железу в плане того, что это будет как бы незаметно. Но сложилось так, что этот имплант, он не прижился. Не прижился, и случилась третья операция по уже удалению самого вот этого эндопротеза. Вот эндопротез называется даже не имплант, а эндопротез. А с чем это было связано? С ошибкой какой-то? Ну, как нам кажется, что это была инфекция, занесенная мне как мне кажется в перевязочной. Вот твои близкие, мама, муж, в это время они постоянно были с тобой? Да, безусловно. Они поддерживали меня. О чем вы разговаривали? И какие мысли тебя посещали? Вот как так мне удалят грудь? Что будет дальше? Я все это переживу, потом мне придется жить вот так вот. Наверное, самое мое большое переживание на тот момент, это было связано с детьми. То есть я вышла замуж, я мечтала о детях, я хотела полноценную семью. То есть вот я встретила любящего человека и я хотела создать семью. И когда врачи сказали, что вам назначена химиотерапия и что о детях на ближайшие лет 5-6-10 можно забыть, наверное, было страшнее услышать вот именно это, нежели чем у вас там рак начальной стадии. Казалось, что вот все рушится. Просто все в жизни, оно разрушено и имеет смысл. Что я не создам полноценную семью, что я не буду мамой, что я не буду... Ну, то есть я переживала, что муж там, это сейчас он меня поддерживает, а когда там, ну, я не смогу быть полноценной ни женой, ни мамой, ни мамой его детей, да, там, я, конечно, начала переживать в этот момент. А вот как дальше развивались события? Ты вышла из больницы и жизнь продолжилась. В этот момент я пыталась забыть. Мы вот в семье старались не говорить об этом, не вспоминать, не возвращаться. Но, конечно, видя себя в отражении, в ванной, в зеркале, там, в любом, я снова возвращалась в этот момент, снова переживала, снова погружалась вот в этот период в своей жизни. Может быть, морально мне было сложно, но, как бы, поддержка родных, она была очень сильной, очень мощной, и они мне помогли все это пережить. Ну, как я понимаю, вот дальше все у тебя сложилось довольно-таки неплохо. У тебя появилось двое детей. Через, получается, полтора года, нет, даже через два года, получается, я родила дочку. В женской консультации я часто сталкивалась с тем, но это, наверное, такая была женская консультация, я очень сталкивалась часто с тем, что мне говорили, зачем вы это делаете, вам не нужно рожать, вам нужно думать о себе, вы погубите себя и оставите ребенка без матери. Вот такие вот слова звучали. Мой адрес. А что помогло все-таки принять решение рожать? Конечно, семья, муж, которые меня поддерживали, и я сама чувствовала, что дети для меня, наверное, как я уже говорила, это было очень важно для меня. И материнство, я считала, что оно поможет мне забыться, забыть об этом, быть, пусть не полноценной женщиной, но быть полноценной мамой для своих детей. В момент, когда я родила дочку, я, конечно, вся погрузилась в материнство, я действительно забыла обо всем. Ну, единственное, что напоминало, это мое отражение, да. Мы с ней секретищем. Конечно, мы часто ходим, ну, бассейны, пляжи и так далее, и дома часто переодеваемся вместе. И, конечно, она видит ту картину ужасную, которая у меня находится под одеждой. И когда она подросла, естественно, она начала задавать вопросы. Я вижу ее любопытные взгляды, что же это. И когда она подросла, я смогла с ней поговорить, сказать, что вот я пережила болезнь, которая отнимает часть тела. И поэтому у меня здесь такой некрасивый шрам, и у меня нет там одной груди. Но она девочка, и я даже набыла с ней поделиться этим моментом, потому что она хочет видеть маму красивую. Естественно, она спрашивает, задает неудобные вопросы и спрашивает, почему у меня так они вот там, как у бабули, или какую еще красивую тетю на обложке, или почему я не ношу открытую одежду. И мне пришлось ей рассказать. Я сказала, что это будет нашим маленьким секретом, потому что я знаю, что дети в школах говорят, а вот у моей мамы вот так, а вот у моей мамы вот так. И я ее подготовила к этому моменту, чтобы она не говорила об этом никому. и это было нашим секретом. Я постоянно думаю о том, что нет ли у меня где-нибудь не торчит, ли моя вставочка, не видно ли, если я наклонюсь там. То есть моменты вот эти, именно когда нахожусь я в обществе, чувствую себя некомфортно. В общественных местах я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне приходится прятаться. Если это бассейны, то я хожу не в общую раздевалку, я хожу в укромный уголочек для того, чтобы переодеться, для того, чтобы не видеть. Мне кажется, ну вот я переживаю за то, что на мне будут какие-то осуждающие взгляды или неправильное понимание того, что... Или просто придется объяснять, что вообще с тобой... Объяснять, да. Ну да, почему? Ну вот представляете, я, представляешь точнее, что я в общественном месте в бассейне. Ну вот ты со мной находишься в одной раздевалке, и я переживаю насчет того, что ты вдруг увидишь мои вот эти вот шрамы. Я считаю, что каждая женщина, которая столкнулась с подобной ситуацией, она должна набраться сил, веры в то, что она сможет, в то, что она пройдет этот путь, пусть он будет нелегким, но жизнь у меня продолжается, несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что все решаем. Наташа, у нас есть хирург, который на высоком профессиональном уровне занимается, не плачь, все у вас хорошо, который занимается реконструкцией груди после онкологии, и он готов взяться за тебя. Да, это очень классная новость. Его зовут Сергей Николаевич Блохин, и мы тебя с ним познакомим. Я буду очень честна. Это круто, что ты даешь эту возможность говорить об этом. Говорить об этом открыто, откровенно. И я очень надеюсь, что твой проект будет увиден той аудиторией, которая... Это необходимо в жизни. Значит, мы отмечаем, где будет идти маммарная складка. Это очень важно, чтобы маммарные складки были на одном уровне. Мы зайдем по старому рубцу, истечем рубец, отслоим его от мышцы, сформируем карманчик, сформируем маммарную складку и установим имплант. Фирма Мотива. Это круглые импланты, довольно мягкие, хорошие импланты. И приблизительно такого же объема, как здесь. Ткани у нее здесь достаточно, поэтому я думаю, что все пройдет успешно. Сколько будет по времени без операции? По времени, ну, часа два с половиной, три, наверное. Сегодня день операции. У меня немножко волнительный день, но я уверена, что все пройдет хорошо. Сергей Николаевич уже меня разрисовал, нарисовал тут мне, объяснил, как пройдет моя операция, как будет вставляться имплант, как вставляться будет имплант. И я думаю, что все будет хорошо. 5-10 минут, и меня забирают в операционную. И я ждала этого 12 лет. Я думаю, что все пройдет супер. Долго вообще женщина восстанавливается после этого? Ну, здесь ты быстро восстановишься, в принципе. Пару дней тебе хватит. Поехали в операционную. Я буду приезжать сюда на перевязке. На перевязке. Будешь приезжать к нам. Мы будем смотреть, как там дела идут. Ага. Семпока? Да. Очень-очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня девятые сутки после моей операции. И я хочу поделиться результатом, которые есть на сегодня. Мне восстановили левую грудь после мастектомии. И результат уже очевиден. Огромная разница. В этом выпуске нет вывода. Мы не будем вам говорить, что пластическая хирургия – это хорошо или это вредит жизни. Здесь нет черного и белого. Мы показали вам разные истории, а выводы, как полагается, за вами. Важно одно. Прежде чем принимать решение пластической операции, тщательно обдумайте свои мотивы. Проконсультируйтесь с пластическим хирургом. А лучше не с одним. С вами была Алена Блин и мой новый проект «Алена Блин Док». Спасибо за просмотр. Делитесь в комментариях, что вы думаете о пластике и считаете ли ее способом самосовершенствования. Подписывайтесь на мой канал, потому что дальше расследований и документалок станет еще больше.